Некоторые притаились. Кто-то притаился, кто-то себя проявляет. Мы очень жестко работаем. Прошел 20-й год. Плохо, что у нас так складывается ситуация вокруг страны, особенно с нашей Украиной. Но это же для нас урок. Для всех 10 миллионов и гостей, которые у нас здесь бывают, это для нас урок. Уже все поняли. Поэтому, если бы мы не выстояли в 20-м году, мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине. Украина богатая, богаче нас. Было бы здесь хуже. Я не хочу, чтобы мне там или вам кланились за это и нас благодарили. Но всем понятно, во имя чего и благодаря кому выстояли. И если уже после этого кто-то вылазит из-под плинтуса, как таракан, и начинает опять или продолжает свое это гадкое дело, воюя против народа и против власти. Если кто-то, не дай бог, но открыто сейчас они побаиваются некоторые. Слушайте, ну как с ними сегодня поступать? Конечно, мы жестко на это реагируем. Мы никогда не допустим этого шатания в 20-м году. Там, конечно, и пандемия, и другие вопросы предвыборные, выборные на это влияли. Но это не оправдание. Нам надо сплотиться сейчас, чтобы выжить. Чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы. А вы правы. Там уже на Западе руки потеряют, в Украине этих готовят, не знаю зачем, это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт они нападений предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Зачем надо, непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопрос. Вот вчера по границе и в воздушном пространстве, и на земле зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать. Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов, вылезли из-под плинтуса, не вылезли, будет жесткая. И пусть не обижаются. Мы предупреждаем. Продолжение следует...